Бэкст, как это делать? Бэкст, как выкинуть топор? Ну Бэкст, а как добавить друга? Учебник новичка Всем привет, это Учебник новичка И сегодня мы будем пробираться сквозь темный лабиринт, чтобы найти синее дерево Первым делом направляемся к парому и ждем наш корабль, который перевезет нас на другой остров, где и находится сам лабиринт Чтобы этот корабль нас перевез на другой остров, нам обязательно необходимо купить билет у капитана корабля Поэтому как только мы припарковались на корабле, сразу же бежим к капитану И да, билет стоит 400 долларов Но так как мы будем еще и возвращаться, нам понадобится еще 400 баксов В итоге мы тратим на всю дорогу 800 долларов После покупки билета рекомендую приземлиться на наш четырехколесный транспорт Если этого не сделать, то когда начнет движение наш паром, мы можем оказаться где-нибудь в море Когда мы прибыли к нашему месту назначения, то есть к нашему лабиринту, нам необходимо подготовиться Первое, что нужно сделать, это включить фары, потому что там очень темно Чтобы включить фары, необходимо нажать букву L, английскую букву L Далее нам необходимо запустить игру в режиме окна Это необходимо для того, чтобы мы могли запустить еще и карту одновременно И смотрели и в игру, и на карту Я сделал примерно так Все наши приготовления готовы, и теперь мы можем спускаться в лабиринт Сам спуск в лабиринт линейный, поэтому ничего не боимся, едем вперед до самой первой развилки Как мы видим, там уже есть другие игроки Они там бродят, ищут проходы, в общем это заблудшие души И чтобы они нам не мешались, не толкались и не дай бог не перевернули нам машину Мы лучше подождем, когда они куда-нибудь уедут и заблудятся окончательно Первая развилка в лабиринте Именно по этой развилке мы и начинаем ориентироваться по нашей карте Если вы сейчас посмотрите на карту, то увидите курсор мыши возле синей отметки Здесь-то мы и находимся Сейчас мы должны концентрировать все свое внимание на курсоре, который находится на карте Другими словами, мы каждое движение нашего автомобиля рисуем по карте курсором Субтитры сделал DimaTorzok Как мы видим, я заехал в тупик Это... не совсем тупик, это черная дверь Эти двери, они периодически открываются, закрываются И если они вам попадаются, то не стоит огорчаться, а просто стоит поменять маршрут Ранее я уже ездил и сделал пару пометок, где стоят двери И теперь хочу проверить, а не поменялся ли лабиринт Может быть двери-то и убраны И как оказалось, действительно На карте стоит дверь, а двери на самом деле и нету Значит лабиринт поменялся Если вы считаете, что заблудились и едете не по карте То попробуйте сориентироваться по поворотам Либо по каким-то извилинам Например, сейчас по карте должен быть левый поворот И как мы видим, он действительно был ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, ребята, мы и доехали по нашей карте Сразу же скажу Кто никогда не читал карты Первый раз это будет очень сложно И очень сложно будет по ней ориентироваться Но с каждой поездкой вы будете запоминать лабиринт И будете легко ориентироваться по карте А может быть она и вовсе вам в будущем не пригодится Карта, по которой я сейчас ехал Конечно же я оставлю в описании Вы сможете ее скачать и также попробовать проехаться по ней И да, сегодня 26 июня 17 года И если вы смотрите это видео в актуальную дату То есть в ближайшую неделю лабиринт еще не должен поменяться Хотя кто его знает? Попробуйте проехаться по моему видео точно так же, как и я И может быть у вас все получится А это была пятая заключительная часть учебника новичка Я показал и рассказал все, что знаю Это были самые главные основы Теперь остается дело за вами Учитесь, развивайтесь и стройте Ну, а я с вами прощаюсь Увидимся на новых видосиках Всем удачи и пока Карту я оставлю в описании